Всем привет, ребята! И сегодня у нас такой день, мы едем на снег, в горы, на лыжах кататься. И мы это все отснимем, надеюсь, покроминируем. Алиса забрала Евну коляску. Не могу, не могу. Не могу разговаривать и умираю. Кабанчик. Умираю. А где же родители Николи и Алисы? Спросите вы. Ну, сейчас мы это узнаем. Не переключайтесь. Ребята, это просто офигеть. Вот это вид. Вот там сейчас восход солнца. Мы только что прошли вот там и спустились в кратер вулкана. Это вулкан, вот это все кратер. В самый низ туда ходили и видели там голубое пламя. Это невероятно, просто невероятно. Такие эмоции, сердце колодится. Это остров Ява. Ребята, на нем 120 вулканов. И по чистому совпадению, это самый густонаселенный остров в мире. На нем живут 120 миллионов человек. Можете себе представить. Ну, кстати, половина живет прямо в этом вулкане, кстати. Мы их видели. Так, загадывайте все желания. Если прямо сейчас загадаете, обязательно сбудется. Считаю до трех. У вас есть только три секунды. Раз, два, три. И эти желания обязательно сбудутся. Ну как вам, девчонки? Как вам, понравилось? Ну-ка, расскажи. О, наконец-то мы разыгрались, разморозились. Молодцы. Друзья, мы приехали в такое космическое место. С той большой горы. Нереально красивая. Вот оттуда. Сверху мы спустились. Мы пришли в такой фантастический отель. Мы вам сейчас покажем. Это просто что-то. Этот отель, представляете, он входит в десятку лучших отелей Iron B&B. Я оставлю на него ссылку внизу. Они сожидают, как там этот халиф, балиф, курш-халиф, золото. Да, золото, бриллианты. Но этого здесь не будет. Ребята, это самый романтичный отель в мире. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. Это отель для робинзонов. Да? Но только с комфортом. Вот здесь мы будем жить. Вот в такой штуковине. Смотрите, какая кровать, усыпанная лепестками роз. И все это на берегу теплейшего океана. Такая беседочка. Здесь подготовили для нас, будем смотреть на звезды вечером. Мыльные пузыри. Не знаю, зачем, правда. Но, наверное, нам будет интересно их попускать. А еще для нас подготовили бутылку с запиской, чтобы мы написали свои желания и бросили их в океан. Представляете? У меня ожидания были взрослые. А это я сейчас смотрю, знаешь, бутылка. Это все как из детства, когда играли. Казаки-разбойники. Что-то прятали, квесты какие-то. Вот сейчас прям, знаешь, я так понимаю, что это не про взрослую жизнь. Да. Это про детство. Это про побаловать ребенка своего. Ну, а представь, почти все мечтали в детстве. Вот Робинзон Круза, да. Побывать на необитаемом острове. Да, там как кокос себе сорвать с пальмы. Ну, как-то так. Нам принесут. Да, нам принесут кокос, но неважно. Так. У многих, я думаю, закономерный вопрос. Где у вас туалет? Где туалет? Куда вы будете ходить? Ребята, сейчас вам покажу душ и туалет. Это выглядит тоже очень прикольно. Все сделано, в принципе, классно. Мы спускались сюда. Вот с этого склона мы спускались через джунгли полчаса. То есть там такая прикольная тропиночка есть. Через джунгли, через коров спускались. Сейчас костер тоже будем вечером зажигать. Так, ну пойдемте же, я покажу вам, как выглядит наш туалет. Туалет и душ. Так, проходим сюда. Вот он наш джунглевый дождь. Смотрите. Все, в принципе, цивильно. Вода пресная здесь. Есть унитаз. То есть в кусты ходить не надо. Есть унитаз, есть даже подсветка. Постараюсь даже ночью показать, как это выглядит. Ребята, это фантастическая вещь. Я вам могу сказать. Я знаю, что нас смотрят не только дети, а также родители. Нам хотелось чего-то гиперромантичного. Не просто в обычном отеле посидеть, да. А хотелось чего-то такого провести время так, чтобы аж сердце захватывало. И вот мы, когда увидели этот отель, мы поняли, все, нужно ехать сюда. И здесь несколько таких вот шариков есть. Они расположены примерно там в двух километрах друг от друга. И это просто фантастически. Все, мы здесь одни. У нас два километра пляжа собственного. Сейчас пойдем купаться. Игорь это не отснял. Я такая лечу, лечу. И случайно, будто это сильно задеваю. И такая полечу, такая бам-барам-бам-бам. Прям с этой штукой. Так, все, у нас уже наступила ночь. Мы уже в капсуле волшебной. Если сейчас выключить свет, то у нас, в принципе, можно будет даже наблюдать за звездами. Так это все изнутри выглядит очень красиво. Попробую свет выключить. Мы выяснили, что все равно ничего не видно с выключенным светом. Поэтому всем спокойной ночи. Ну, или что там у вас день. Значит, приятного аппетита. Я на крае, что я поняла. Вау! Вау! Она говорит вау! Она говорит вау! Давай, репетируемся. Всем привет! Ну что, мы летим домой. Очень уже хочется детвору увидеть, наших куксиков любимых. Нам постоянно сбрасывали всякие видосы с ними, как они там тусились с бабушкой. Так, а мы, короче, летим в бизнес-классе в Эмирейтс. И сейчас вам сделаем маленький обзор на него. Так, вот нам принесли меню, где мы можем заказать еду. Сейчас покажу, как выглядит кабинка наша. Двухэтажный аэробус. Мы на втором этаже. Первый наш перелет на втором этаже. Вообще, очень прикольно. Еще я сейчас пойду схожу в первый класс. Это бизнес. А есть еще первый впереди. Посмотрю, что там. Поподглядываем. Покажи, что тут прикольного. Мини-барчик с подбоком. Да, есть вот мини-бар. Ну, чем отличаются? Ну, телевизоры большие. Который был в бизнес-классе. Ну, во-первых... Ну, такая большая штука. Чик. Можем закрываться. Ну, так по-моему, не есть. Ну, да. Так, пошли в первый класс. Посмотрим, что там. В первом классе, получается, вот такие здоровые кабинки. Есть свое даже зеркальце. Видите такое? Так, посмотрим. Тут тоже много ячеек всяких. Что-то выдвигается. Столик. Я не могу сказать, что прям первый класс сильно отличается. Да, там, в принципе, места побольше. Такие большие кабины. Но, в общем, Аси плюс-минус так же. Расскажи, как тебе Бали? Вот все хотят узнать, как ты взлетала. Бали, как всегда, заходит очень хорошо. Ребята, это фантастика просто. Вот я всем рекомендую этот тост. Мы каждый раз. Второй раз. Мы там уже. Хочется сжечь паспорт. Оставаться. И вот прям мысли не покидают. Поговорим с детьми. Может быть, мы даже не будем жить на Бали. Ну, девчонки у нас просили. Они говорят, мы хотим мартышек посмотреть. Для нас и страна очень заходит. Это вот наша тема. Вот эти все штуки. Какая энергетическая все классно. Энергетическая такая. Так что всем рекомендуем. Прекратите ездить в Таиланд. Посетите Бали. Оно тоже достойное внимания. И поверьте, это будет... У вас это очень-очень удивительно. Да, просто супер. Правильно говорить Бали. А мысли жители не Бали, а Бали. Ну что, все, мы уже дома. Мы дома. Кир, Евуся, ты узнала маму и папу? Нет, не узнала. Не узнала. Ай, сладкий. Пусик-пусик такой. Ого-го-го. Николь, а ты узнала маму и папу? А? Николь занимается тисканием кота постоянно. Так, мы вообще пришли, думали, что Алиса и Николь сразу прыгнут к нам на шею. Начнут нас тискать. Любимые родители, мы так соскучились за вами. И вот они приходят домой и рискают, я даже не соскучилась. Ага. Вообще, прям, кошмар. Так, бабушка с дедушкой тут две недели справлялись. Так, а подарки кто? Хочет получать кто-нибудь? Кто? Я! Ты? Да. Точно? Так, ну там есть и для Евы подарки, и для Алисы. Ну, я не знаю, для Николя. А Николь хочет подарки? Да, я не знаю. Просто непонятно, хочет ли Николь подарки. Николь, ты подарки хочешь или нет? Да? Так, ну что? Что за вкуснятину? Это карандаши или что? Да, это карандаши. Только из чего они? Которые можно кушать? Ну да. А, нет, вот внутри карандаши. Из чего карандаши? Так, это новый вид каких-то. Помните, у нас был челлендж с такими нереально кислыми конфетами? То есть, как он? Toxic Waste. А это вот новая серия вышла. Какие-то шарики. Jelly Belly с попкорном. Jelly Belly со сладкой ватой. Какие еще штуки вам купил? Хрустящие. Которые, наверное, на языке хрустят. Мы для Николь прикупили очень крутейшую штуку. Надеюсь, тебе понравится. Это не та ручка, но эта ручка тоже очень крутая. А, это тебе тело, ты прикладываешь к телу? Нет. Прикладываешь к телу. Это самая последняя разработка. Ручка. Ты ей пишешь или рисуешь на бумаге. И то, что ты нарисовала, можешь перенести к себе в iPad или на телефон. Любой рисунок или любую надпись. Двигайтесь. Вот так прям, смотри, Николь. Пишешь какой-то текст. Переносишь, смотри, это в iPad. А потом вот так вот пальчиком смахиваешь. И он превращает это в напечатанное. Нет, а ты пишешь, и оно там сразу уже пишется. И в iPad параллельно. Да, да, да. Оно можно сразу, а можно вот так смахиваешь, и оно сразу напечатанным будет. Или рисуешь. Ты можешь, например, своим подружкам что-то нарисовать от руки. И перебросить им в виде сообщения это потом. А вы уже кушали? Бля, какой треск стоит вообще от этих штук. Так, а ну-ка, давай попробуем. Фух. Все. Как они хрустят громко. А Явуся пока супчик кушает. Пока все сладости едят. Она уже... Эй, дей, дей. Эй, дей, открывайте чемодан, доставайте мне сюрпризы. Мама купила там тарахтушки. Дей, дей. Ап-дей. Ам. Так, распаковка чемоданов. Ох ты, мама, какой ты мне щас. Она штуку привезла. Так. Тик-тик-тик-тик. Это котик. Тик-тик. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Папа, видела, какую звезду там получилась? Нет. Ага. Нет. А за что он получил такой звезду? А за, 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 за заслуги. Хе-хе. Да, да. Вот, Маид, ты же красиво купила. Вот, вы, драгонку. Вот. Ну-ка, это же сюрприз. Да, сюрприз. Так, ну, Алиса пробует шарики эти кислое. Ну и как? Так, что такое, что такое? Что тебе не дали? Мереза не красная, не розовая. Да, вкусная? Не розовая? Не знаю. Что тебе не дали? Что тебе не дали? Что-то возмущается, Яусе. Что-то ей не дали. Ты какую съела? Фиолетовая. Круглая вот эта, да? Да. Ну и как, они не кислые? Не кислые под конец. Да?